Итак, первый вопрос. Вопрос для сегодняшнего обсуждения в комментариях. Что проповедовали первые адвентисты? Вариант А. Евангелие. Вариант Б. Трехангельскую весть. И вариант С. Весть Третьего Ангела. Ответы пишите в комментарии. В конце выпуска правильный ответ. Добрый вечер, дорогие друзья. Рады видеть всех, кто подключается сейчас к нам в наш вечерний эфир. И сегодня у нас очередной выпуск программы «Церковь, которую я не знал». Вместе с Юрием Захватаевым, помощником директора Европейского архива Церкви адвентистов седьмого дня, будем год за годом разбирать события, которые происходили в адвентистском движении. Будем узнавать об основных событиях, об основных людях, которые делали то или иное, а также о местах. Но прежде чем мы с вами перейдем к изучению адвентистского движения, сегодня у нас 1887 год. Позвольте мне погрузить нас всех в историческую действительность того времени и какие же основные события произошли в этот год в России и в мире. Итак, 1 января 1887 года королева Великобритании Виктория провозглашена императрицей Индии. Март того же года Эверет Хортон запатентовал телескопическую удочку. 7 мая. Американец Томас Стивенс завершил первое кругосветное путешествие на велосипеде, проехав 13,5 тысяч миль и пробыв в пути более трех лет. 1 июля издан так называемый «Циркуляр Делянова о кухаркиных детях», которым ограничивается прием в средние учебные заведения. Это в России. Июль английский фабрикант бумаги Джон Диккенсон на ежегодной встрече производителей бумаги представил на торжественном обеде первые бумажные салфетки. Июль того же года в Варшаве выходит первый учебник международного языка эсперанта на русском языке. Август. Роуэлл Ходж запатентовал в США колючую проволоку. Август того же года прошел первый поезд по маршруту Вена-Константинополь. И август того же года, поднявшись на воздушном шаре, Дмитрий Менделеев наблюдает солнечное затмение. В сентябрь Эмиль Берлинер получает патент за изобретение граммофонной пластинки, а также патентует граммофон. В октябрь американский изобретатель Томас Эдисон запатентовал электрическую машину для подсчета голосов на выборах. И, наконец, ноябрь. Карл Гесснер получает патент на изобретенную им цинковую батарейку. Ну, и не могу обойти вниманием еще одно событие. Первое декабря напечатана первая книга о знаменитом детективе «Роман Этюд в багровых тонах». И на свет появился Шерлок Холмс. Ну, а что же произошло в событиях в адвентистском движении в этом году, давайте разбираться вместе с Юрием Захватаевым. Юра, добрый вечер. Да, привет, Сергей. Когда ты сказал про королеву Великобритании, я думал, это действующее. Знаешь, она, кажется, править давно было. Ну, слушай, действительно, я читаю об этих событиях, которые происходили 140 лет практически назад, получается так, чуть поменьше, 130 лет назад. И, слушай, это как раз начало вообще привычных нам вещей. Они только вот в эти годы получают патенты. Ну, это, конечно, удивительно. Ну, самое, ты так упомянул, интересно, для меня много зацепило, конечно, фактов исторических. Но вот человек три года на велосипеде ехал по... Миру. Кругосветное путешествие. Ну, интересно, как он через океан перебрался. Ну, ходили же лайнеры уже, наверное, к тому времени. Ну, видимо, ему приходилось на лайнере тоже ехать. Этого мы уже не знаем. Хорошо, давай начнем сегодня следующий год. Да, но прежде чем мы начнем, я бы хотел, чтобы мы все-таки на несколько моментов относительно предыдущего года, 1886-го, ну, как бы отметили, потому что были определенные комментарии, вопросы. И первый такой вопрос. У нас был в прошлый раз вопрос для наших зрителей. Кто был первым миссионером в России в Генеральной конференции? И мы получили в комментариях один ответ, который не был одним из тех трех, которые ты давал. Да, это был Филипп Рейсвик. Да, я знаю. Я презентацию сейчас подготовил, потому что там был еще один комментарий. То есть будем ли мы начинать как бы с 1886-го, а как же быть с годами, которые были до этого? Да, хорошо, тогда этот вопрос оставим чуть позже. Да, я бы два вот этих вот, два этих вопроса, два комментария, я хочу о них поговорить. Вот, и у меня как бы есть небольшая такая презентация, да, чтобы все-таки визуально было. Так, хорошо. Тогда еще один момент, который, я думаю, что стоит прояснить. По крайней мере, он у меня остался немного неразрешенным. Когда Конрадий прибывает в Крым, то он встречает каких-то людей. И каких-то людей крестит, а проходит несколько месяцев даже так. Из них 40 дней он просидел в тюрьме, это лето получается. То есть проходит, ну, не очень много времени, и он уже кого-то крестит. Что это за люди, откуда они появились там? Ну, вот, давай тогда сейчас я все, вот, и твой вопрос, мы его сейчас начнем с комментариев, и я им закончу твой. Хорошо? И тогда третий момент еще, который я бы хотел прояснить. Может быть, тоже у тебя уже есть ответ. Его встречает Перк. Кто такой Перк? Да, это сотрудник британского библейского общества, который выступал в роли переводчика. Он вел долгую переписку с Конрадия, с немцами, получал, поскольку он тоже владел немецким языком, он распространял Библию и потом принял трехангельскую весть. То есть принял вот как раз фактически адвентистскую проповедь и стал адвентистом. У него потом, у него еще есть брат, но, по-моему, он выйдет тоже на арену историческую чуть позже, и они вдвоем будут потом работать, но, к сожалению, они в разных местах. Ну, понимаешь, как Сергей, вот смотри, вот что мне бы хотелось, чтобы наши зрители вообще понимали, да? Мы сейчас начинаем с чистого листа. Вот давайте отложим наши ощущения церкви, наши знания, вот просто их отложим в сторонку и посмотрим на церковь, то, как она появлялась, когда вообще ничего не было. Вот эти имена, это люди, которые, тот же Герхард Ир, Конрадий, это люди, которые, по большому счету, в нашей церкви они, ну, Конрадий особенно, да, как бы к нему особое отношение, и многие мне до сих пор говорят, что зря я начал вообще о Конраде говорить. Но, понимаете, вот я, начиная в 1886, про этот год говорить в 1886, ни Конраде, ни мы, если мы возвращаемся на машине времени, скажем туда, не знаем, что Конраде оставит церковь в 1932 году. Поэтому мы рассказываем с позиции и говорим о Конраде, как о человеке, который работал на благо церкви, и был миссионером, и был человеком вообще, ну, для меня это его вот такой запал, как говорится, такая энергия, она потрясает. Вот я сегодня как бы немножечко об этом скажу. Давай сейчас, может быть, я начнем с презентации, чтобы постепенно я вот этот вот момент прояснил. Насчет Герхарда Перка тебе более-менее понятно, потому что про Перка это вообще отдельная история. Ну, как бы, понимаешь, как за каждым именем стоит судьба. Вот. И как бы надо ее в процессе. Ну, пока на данном этапе нам хватит того, что мы знаем. Он сотрудник библейского общества, он принял через трактаты адвентизм и согласился поддерживать и сопровождать Конраде в качестве переводчика в его миссионерском путешествии. Ну, то есть на момент приезда Конраде в Россию Перк не является адвентистом еще? В нашем понимании пока еще нет. Потому что он, кто его крестил? Еще некого, не было проповедников, имеющих право крестить. Вот. Поэтому, как бы, понимаешь, как он принял эту весть и он, по всей видимости, и ожидал по этому Конраде, чтобы, скажем так, официально стать адвентистским работником, работником адвентистской церкви. Я так, понимаешь, как еще такой нюанс, да? Я вот лично нахожусь в таком поиске, у меня очень много вопросов. Но, к сожалению, даже когда я Ханьцу задаю вопросы или смотрю, или пытаюсь найти в наших источниках, в русских книжках, да, ответы, я зачастую не нахожу. Поэтому вот об этих вопросах мы сегодня тоже поговорим. Ну, хорошо. Хорошо, давай тогда смотрим вместе с тобой презентацию и по ходу тогда я задаю вопрос, если мне остается что-то непонятное. Хорошо. Так, в общем, это у нас начало, да. И смотрите, был комментарий насчет того, что же было до 1886 года. Так вот, смотрите, получается очень интересный вообще момент исторический, который в немецких источниках он освещен. В газете Review and Herald он тоже есть, но его надо выискивать. Это информация о работе среди немцев, иммигрантов, выходцев из России, которые жили в США. И вот что интересно, Конраде после своего обращения, после того, как он стал адвентистом, через некоторое время он, конечно, ну, биографию его можете почитать, да, и он учится в Баттл-Крик, в миссионерской школе, заканчивает ее очень быстро, и направляется в штат Дакота, где жили большая часть жила немцев, выходцев, иммигрантов из России. И там начинает работать. И вот смотрите, вот что интересно, то, что до 1886 года происходило в Америке, немецких поселений. Проповедует. Через короткое время основывается в Милтауне немецкое трактатное общество. Вот здесь первый вопрос, который я пока еще до конца не исследовал, но я хочу этим заняться. Что такое трактатное общество? Когда мы читаем вообще об истории адвентистов, даже потом в России, когда появился адвентист, всегда возле упоминания о первых общинах есть упоминания о организации трактатного общества. И это трактатное общество фактически занимало чем? Выпускали брошюрки, листовки, тогда не было телевидения, радио, еще не было интернета. То есть мы вернулись в то время, и были печатные издания. И вот они начинают печатать небольшие информационные листки с такими проповедями, с какой-то информацией, отражающие адвентистское именно... Потому что когда я говорю адвентистское, я имею в виду ожидание пришествия Христа. И вот эту информацию начинают отражать в этих трактатах. И вот через эти трактаты фактически идет деятельность. Не могу сказать, что это напрямую прям литературные евангелисты. Ну как бы здесь вопрос... Вот я же говорю, что это то, что можно дискутировать, потому что литературы на тот момент еще не так много. Понять еще почти нечего. Да, и линовать только в процессе написания своих трудов. Но вот были трактаты, короткие листы, которые отражали тот или иной библейский аспект вероучения. Дальше, смотрите, через буквально там месяц основывается первая немецкая община. В Дакоте. Это мы сейчас говорим про США. В Дакоте. И руководителем становится Рейс. И вот здесь первая загадка. Ну понятно, что среди немцев, как и среди русских, да, очень много там Ивановых, Петровых, Сидоровых и так далее. Вот. И вот что интересно. Вот эту информацию я нахожу в книжке, которую написал Конрай. Да, вот я уже ее показывал в прошлый раз. Это книжечка, которая у нас, к сожалению, даже не в оригинале, а копия. Это третья ангельская весть среди немцев. Это мой, скажем, сейчас вообще настольный учеб по истории. И вот что интересно. Вот отсюда я беру эту информацию. И Конради пишет об этом человеке. И потом он в скобочках дает. Говорит, но его позже рукополагают как пастора, но он очень рано умер. И дальше Конради говорит о пожилом брате. И потом Конради цитирует Бондарь, когда пишет свою книжку об адвентистах в России, адвентизм седьмого дня. Тоже он берет в точь-в-точь, говорит, старый брат распространял литературу в Крыму. И уже потом в энциклопедии адвентистской церкви я нахожу, да, ту информацию, которую мы прочитали в комментарии, о Рейсвике, Филипп Рейсвик, который, будучи пожилым, сначала эмигрировал из России в США, потом назад, став адвентистом, приняв адвентистское учение, вернулся в Крым и там распространял вот эти трактаты. Был ли это тот Рейсвик, о котором мы читаем, который был руководителем первой общины, или же это был родственник, однофамилец, этого мы не знаем. Но однозначно другой важный момент, да, комментируя вот первого миссионера, понимаете, очень важно для историка всегда определять термин, да. Почему? Потому что я в вопросе задал официальный миссионер, то есть миссионер, которого послала официально генеральная конференция. Рейсвик, и об этом все говорят, все историки это подчеркивают, точнее, вот этот, там, как бы, Конрадий пишет, что это пожилой брат, на свои средства поехал. То есть это говорит о том, что он был первым миссионером, который изъявил собственное желание распространять трактаты о пришествии Христа. Поэтому, как бы, мой вопрос был такой немножко сподвохом, да, и я считаю, что, как бы, если мы говорим об официальных, то это Конрадий, если говорим об неофициальных, то о неофициальных, тогда это, конечно, тогда это, конечно, рейсвик, вот, и тут, как бы, даже спорить не вижу. Но для меня, вот, интересный момент, я вот нашел вот эту деталь, что был рейсвик, который был руководителем первой общины немцев в Кокоте, вот, в Милтауне, он был руководителем, которого потом рука положили. Этот или не этот потом приехал в Крым, это, да, по сожалению, я пока сказать не могу. Если кто-то знает, пожалуйста, пишите в комментариях и обязательно дайте источник. Ну, то есть, получается, получается, что Конрадий сам в своей книге, он не называет имени этого пожилого брата. Да, вот смотри, вот я, как бы, даже, я тебе даже, вот, ну, открыл, да, специально, и я просто хочу тебе, скажем так, и показать, и сказать, что он просто пишет, что пожилой брат, вот, который потом, вот тут написано, да, в ноябре 1883 года отправился альте брудер, то есть, ну, пожилой брат, ауфайгенекостн, дотхин, то есть, за свои средства уехал, чтобы там еще несколько лет готовить почву для принятия третьей ангельской действии, это то, что, как бы, пишет он, и Лёпсак потом тоже цитирует, вот, дает эту цитату, я тоже потом ее зачитаю, то есть, получается, как бы, мы сначала читаем о том, что появляется первая община немецкая, и потом он говорит Альтер Брунгер, но ни выше, ни ниже, как бы, мы не знаем, но нет, нет, и его поэтому цитируют потом Бондарь, вот в своей книге, о которой я говорил выше, понимаешь, поэтому, как бы, о рейсвике, я думаю, что надо посмотреть, что будет, наверное, Review in Hero, на английском языке, я же пока работаю с немецкими источниками, вот, поскольку это вообще пласт, именно немецкие источники в нашей, в нашем исследовании истории, он остается пока в стороне, мы его никто не изучал, поэтому, как бы, вот то, что я здесь нахожу, это фактически немецкие данные, да, и дальше, смотри, что интересно, очень важный момент, в июле 82-го года, то есть буквально, когда генеральная конференция увидела то, как Конрадий работает, да, как с каким усердием в Америке, в штате дохода среди немцев, выходцев из России, его рукополагают, рукополагают в санпроповеде, и вот смотри, за 4 года, до 1886-го года, когда он отправляется потом в Россию, сколько уже немцев-адвентистов в США? 6700, и представь, теперь вот смотри, маленький, сейчас расскажешь, то есть 4 года Конрадий работает, ну там были еще, как бы, ряд его помощников, других проповедников, и как ты думаешь, вот у этих немцев, которые живут в Америке, родственники, живущие в России, поддерживают связь с ними или не поддерживают? Послушай, ну мне вообще пока немного трудно представить вообще, как люди поддерживали связь в то время. письма, да, нету мобильных, ватсапов, телеграммах, вот смотри, они естественно все, ну пойми, это мир, в котором еще родственность имеет значение, это сегодня у нас, как бы, немножечко все пошатнулось, да, очень много исторических процессов, которые прервали вот эти вот отношения отец, прадед, прапрадед, да, тогда общество было более закрыто, более семейного типа, особенно среди, когда ты понимаешь, что ты живешь на территории, которая тебе чужда, ты не в Германии, ты за границей, ты эмигрант, да, ну в Америке как бы немножко другие там статус, но тем не менее, вот смотри, они поддерживают контакт, и почему очень важно вот это вот упоминание про немецкое трактатное общество, да, потому что оно выпускает трактаты, и вот эти немцы, принявшие адвентизм в США, начинают пересылать эти трактаты в Россию, и поскольку Рейс, если мы думаем, что это, ну как, точнее не думаем, а мы вот, есть данные, что это был Рейсвик, да, который возвращается в Крым, поскольку он был выходец из Крыма, да, он привозит с собой эту пачку трактатов, и он начинает их распространять, и кроме этого, другие люди тоже получают эти трактаты, а немцы тогда жили, смотри, чтобы, ну, я не мог найти карты нормальной расположения немцев, они жили в Бессарабии, то есть это район Одессы, вот нынешний, нынешний террас, Пальбендеры, да, это вот это, скажем так, Советская Молдавия, или Молдова, там, Приднестровье, и потом пошел юг России, юг Украины, то есть Николай Херсон, вдоль моря, получается, да, вдоль моря, Чернозем, да, поскольку, потом Крым, и потом пошел то, что называется в учебниках истории, и вот они это пишут, Донгепит, или территория войска Донского, вот, и, ну, Кубань, и потом пошел ниже Кавказ, и пошла Волга, естественно, по Волжье в Каспийское море, да, вот здесь, смотрим, то есть, фактически, вот этот вот, пояс, это то, где жили немцы, и вот туда, представь, из Америки перес начинают пересылаться трактаты на немецком языке, и вот поэтому, когда мы говорим про 1936 год, и ты говоришь, кого крестил Конрадий, вот теперь понимаешь, кого крестил Конрадий, да, то есть, уже были люди, которые, родственники тех, которые жили в Америке, которые получили доступ к этой информации, и, кроме этого, было еще две русских женщины, да, из-за чего, в принципе, Конрадий, если бы Конрадий без русских крестил, просто, ничего бы ему не было, но он крестил двух женщин, и вот это как бы, а они должны были выйти из православия, они как бы, ну, то есть, это влекло за собой уже определенные сложности. Да, на тот момент еще не было этого указа, еще не было 1935 года, вообще ничего, то есть, мы живем в условиях жесткого государства, где есть одна церковь, религиозная организация, да, у лютеран, я должен сказать, как бы здесь тоже маленький аспект, у лютеран были определенные привилеги, то есть, им позволялось тоже, у лютеранской церкви позволялось иметь свои школы, свои церкви, им позволялось, но внутри немецких поселений, но там были, естественно, еще и католические, поэтому это были как бы такие закрытые все равно сообщества, которые существовали по своим законам, поэтому фактически, если мы говорим про Россию, то да, мы начинаем с 1886 года, хотя вот мы видим, что там тот же рейсвик, он приехал в 1883 году, но понимаешь, мы не можем как бы говорить о каком-то вот таком официальном статусе, да, это все было нелегально, потому что легально было нельзя, и это были такие, как бы это была одна такая, ну, небольшая, но идем теперь дальше, теперь вообще очень интересно, вот трактатное общество, если я правильно понимаю, трактатное общество это своего рода был ютуб канал, что тебе, вот, ну, это был, это было медийное, медийное агентство, которое готовило информацию и распространяло его, то есть были подписчики, подписчики, где у нас еще есть, в ютубе, да, были люди, которые покупали твои трактаты, то есть были зрители, которые смотрят твои ролики, то есть фактически мы видим, что медиа, они всегда играли важную роль, и я вот, ну, может быть, образ из нашего времени взял, и образ ютуба, чтобы, ну, так скажем, поверхностно объяснить, что такое трактатное общество, то есть вообще адвентизм, я тебе должен сказать, и в чем проблема, наверное, с одной стороны адвентистского движения была и есть, мы все-таки более, скажем так, мы более абстрактны, то есть мы такие, вот мы на знания так, на наличие вот такого религиозного опыта, созерцательного, или какого-то культового, у нас культа нет, поэтому я всегда удивляюсь, когда нас говорят, священнослужители, подписывают, наших пасторов, священнослужители, какое священное действие вы совершаете, вы пастор, да, вот это правильно, вы проповедник, это тоже правильно, но вы не священнослужители, ну, для ГАИ, может быть, вы священнослужители, чтобы их, как бы, ну, понятно, контекстуализировать вас в глазах ГАИшника, когда вы помешаетесь, но на самом деле нет у нас священнослужителей, поэтому и вот трактатное общество, а потом еще субботняя школа добавится, и мы увидим, что субботняя школа это вообще была основа агентизма, почему? Потому что, вот представьте, в то время, когда еще не было, ну, это там Дарвин со своей теорией эволюции, да, там Ницше пошла философия, там Зигмунд Фрейд, там начинает потихонечку изучение, то есть то, что современное, что мы видим, состояние мира в научном плане, тогда только-только зарождалось, и поэтому любая дискуссия, это приветствовалось, и субблюс, да, доступа к образованию не так было много у людей, вот ты прочитал тоже про вот эту вот циркулярку Харкиных детях, да, то есть была жесткая градация того, кто может получить образование, и вот субботняя школа, это была классная вещь на тот момент, когда люди получали доступ через библейское учение, да, они не только истину постигали, но многие учились там читать, писать и так далее, но главное дискутировать, да, вот, поэтому трактатное общество, это был такой своего рода YouTube-канал, ну, может быть, я так, знаешь, утрирую, но фактически я пока, я еще буду заниматься исследованием этого, потому что я вижу, что дальше, вот мы сейчас, вот мы увидим, я, по-моему, это написал или нет, интересное, я написал, а, вот я написал, цитаты взял, что, смотрите, 13 сентября 1886 года, когда Конраде выпустили из тюрьмы, что происходит, первую общину организовали, крестили первых людей, а потом он организует трактатное общество, и у него, смотрите, 26 человек уже к нему присоединились, то есть фактически, 26 первых подписчиков, ну, да, были 26 первых подписчиков, это люди, которые фактически, скорее всего, были распространителями того, что публиковало трактатное общество, я так, ну, опять-таки, понимаешь, я сейчас собираю все покрупиться, я вот сейчас составляю таблицу, например, по вот нашим немецким источникам, того, где упоминались общины, какие общины, сколько раз, какая была там работа, я вижу потрясающие вообще такие крупицы, когда вот это начинаешь все это собирать, тогда появляется картина, но это мозаика, поэтому и про трактатных обществ я еще не дошел, но я думаю, что я дойду, потому что я вижу, что они играли ключевое, ключевое значение в распространении нашего учения, поэтому здесь вот этот вот видишь как бы факт, помнишь там в Дакоте, да, мы смотрели, основан на что? Он начинает проповедовать в 1882 году, и в марте основано трактатное общество, и буквально через месяц основано первое немецкое общение, то же самое здесь, только тут наоборот, сначала крестят, организовывают немцев в Крыму, а потом после выхода из тюрьмы организовывают трактатное общество, то есть как бы видишь, трактатное общество имело, то есть канал информационного, должен был быть в качестве поддержки, в качестве миссионерского такого орудия. Получается так, давай сейчас я тебя остановлю, как бы и зафиксирую несколько моментов, ну буквально два момента, то есть, ну в принципе и сегодня есть такая вещь, что когда ты едешь, когда ты эмигрируешь в другую страну, переезжаешь, то ты в первую очередь попадаешь, ну стремишься попасть, скажем так, в свое сообщество, то есть русский к русским, украинцы к украинцам и так далее, получается, что когда к Конраде немец приезжает, то в первую очередь попадает главным образом к немцам, которые здесь же и живут, не к русским он приезжает. Да, конечно, смотри, но ты пойми, Серег, нельзя было проповедовать русский, ну не мог, это в 90-х приезжали американцы и проповедовали, проводили евангельские программы. Немцы вообще, я должен сказать одну вещь, вот это вот наша тенденция евангельских программ, вот этот метод, он всегда был. Первые адвентисты, они так и пишут, что брат такой-то в таком-то городе организовал ряд, прочитал ряд лекций. То есть вот это чтение лекций общественное, это, ну представьте, это то время, когда это только все начиналось. И этот метод, в принципе, у нас остается. И поэтому, естественно, Конрадий не мог проповедовать. Во-первых, потому что я же тебе говорил, Конрадий въехал не через Москву, Москва была не столица, Москва была железнодорожным таким центром пересечения железнодорожных путей. Столица была Петербург. А он въезжает на юге, возле Одессы. Почему? Потому что у него целый чемодан трактатов. Он везет с собой еще тоже массу литературы. Его встречает в Перк в Одессе. То есть, понимаешь, получается, как бы, что он это делает, он даже немцам проповедует, скажем так, ну, не так открыто, потому что, ты же тоже пойми, не все немцы были за, не все немцы были готовы слушать его, особенно католики или витеране. Думаешь, это так прямо вот легко. Раз, все немцы, о, давай немец, давай мы сейчас примем тебя. Нет, то есть, это был долгий процесс, это были дискуссии, это были споры, это были тоже не так вот, люди прям с радостью слышали или там принимали. У них было много общего, был язык, были определенные, скажем так, связи, то есть, информация, лютер, потом пиетисты, вот, движение такого благочестия в Германии, перевод Библии, да, то есть, доступ к библейскому учению, то есть, все это было, то, что их объединяло, и поэтому тогда им нужно было объяснять много, они уже были готовы, и лютеране, и католики, у них, ну, более-менее представление было, когда он говорил, например, имя, Мартин Лютер говорил, да, то есть, уже для них понятно, а для русского человека, Мартин Лютер, Мартин Лютер, пиетист, что такое Мартин Лютер? Что такое пиетист? Виттен Вюртенберг, Баден Вюртенберг, то есть, понимаешь, да, целая терминология, которую нужно объяснять русскому, поэтому здесь очень такие, вот, я же и говорю, что важно смотреть на историю не с позиции нашего времени, а с позиции времени того, когда люди работали, когда страна была закрыта, когда все было очень семейно, кланово, все было очень так, ну, сдержанной границы, и границы сохранять, ну, если все, давай дальше, или еще что-то? Да, еще маленький момент по поводу самого трактата, я думаю, что если бы ты где-нибудь нашел вообще образец, то это было бы супер, посмотреть, что это такое за трактат, я по следующему выпуску попрошу у Даниля, у него есть на, фактически все первые ранние трактаты, они очень верхние, очень, он их сложил в файлике, я спрошу, где они, как бы, что он их хотел переплинить, как бы переплести, я принесу, покажу, да, это такой маленький листочек, вот, на многих из них, не забегай, наперед, хорошо, покажи, но в принципе, люди не очень-то сильно грамотные на тот момент. Среди немцев, немцы грамотные, немцы могли читать, да, понимаешь, вот это тоже особенность немецкого, немецкой системы, у них были школы, внутри их колонии были школы, вообще, как бы, Лютер же что и сделал, в чем была реформа Лютера, обязательное посещение школы, это как бы, ну, это было очень важно, поэтому немцы, даже в России, у них, вот почему же я тебе говорил, что от государства, даже лютеранская школа, лютеранская церковь, без проблем, получала разрешение на, именно на школы, на немецкие, их было очень много, потом, мы дойдем до 20-х годов, до Первой мировой, потом, межвоенный период, когда, что потом делали с этими школами, там было очень все непросто, вопрос школ, как бы, я изучал, уже написал большую работу, статью, вот, но об этом, да, это мы забегаем вперед, поэтому немцы были более, понимаешь, поэтому и тоже, вот почему, почему и среди немцев, еще раз, да, потому что у них была база, первая, исторически-культурная, то есть они знали, о чем говорится, и второе, это более-менее могли читать и писать. Вот теперь я хотел маленькие, маленькие, то есть, в 86-м году уезжает Канрадио в Европу, начинает там работать, и вот смотрите, как интересный, какой момент, я хотел просто, чтобы мы увидели сравнение. В 1876 году, это появление первой общины, как бы, начнут, точнее, работы, работы в Европе, Эндрюса, тоже официального, как миссионера Генеральной конференции, смотрите, сколько общин образовывается за 12 лет работы в Германии, и сколько за один год образуется общин в России. Не хочу сказать, что, как бы, как сказать, просто для сравнения, почему-то я увидел вот эту деталь очень интересную, то есть, две общины я нашел, это, опять-таки, это вот здесь, в этой книжке, это Канрадио сам пишет, и в конце есть такая большая таблица, если вы мне не верите, чтобы я был неголословным, вот смотрите, вот стоит период 1876-й, да, и 1880-й, и вот потом две общины, Фо Винкель и Золингель, видите, да, это вот как раз за этот период у них образуется, вот 40 членов церкви, и сколько там у них была десятина, и пожертвования, и дальше идет 89-90, смотрите, уже количество общин увеличивается, до 6, но мы об этом поговорим позже, с чем это было связано, тоже в этом, и вот смотрите, ну, чтобы, понимаете, я не хочу быть голословным, да, я хочу, чтобы мы учились говорить на языке фактов, и вот, вот идет статистика, вот идет статистика по России, да, вот мы видим, 1886-й год идет Крым, и дальше, 1887-й год идет три общины, Крым, Дон и Айгенхайм, вот, и дальше тут идет сколько десятин, сколько пожертвований, и вот здесь сколько членов церкви, то есть в Крыму было 30, потом остается, в 86-м году, потом в 87-м остается тоже 30, потом на Дону 18, и 47 в Айгенхайм, и всего вот они пишут 90-95 членов, то есть, как бы Конраде, вот что нужно отдать должное, да, он, он фиксирует четко, где, что, когда, вот, единственное, смотрите, как интересный момент, это то, что для меня является, как бы пока, я думаю, ну, мы это вряд ли решим, эту задачу, Конраде, если вы видели Крым, да, Крым большой, где именно, и вот здесь, я думаю, Конраде, понимая, пережив вот этот опыт, своей первой проповеди, да, он многому научился, и он понял, что в России нельзя работать открыто, он понял, что в России не получится вот так совершать работу, как в Германии, раз они дали данные, вообще, там, по Винке, там, Золинген, там, и так далее, и он понял, что плюс, видите, многие адвентисты же были рассеяны, и потом дальше мы, вот в документах, я встречаю очень много, идут перечисления городов, а потом идет Россия, и там, как бы, тоже определенное количество, поэтому, когда он говорил в Крым, я думаю, это было намеренно сделано, чтобы не подвергать опасности вновь обращенных адвентистов, то же самое Дон, Дон имеется в виду, ну, если я правильно понимаю, ну, Дон такого нет, населенного пункта, есть вот Дон Гебит, как бы, по-немецки, это область войска Донского, то, что на картах, то, что тогда в Российской империи, так эта территория называлась, и Айгенхайм, я потом, я искал, где же он находится географически, я нашел, что он тоже принадлежит к этому Дон Гебиту, он как раз вот на этом, на этой территории, поэтому, скорее всего, это единственное место, где они могли сказать, что там вот, именно в этом населенном пункте, а те, кто были рассеяны, они их посчитали и дали просто как Дон, то есть находящийся на территории, и так же, как Крым, на территории Крыма, а конкретно у населенного пункта они не дали, то есть, ну, я же говорю, две причины, да, либо боялись огласки, либо это были действительно люди из там, чуть-чуть, скажем, там, в Привольном, там, или в Бердебулате, чуть-чуть в Деспаторе, чуть-чуть там, в Севастополе, чуть-чуть там, еще где-нибудь, да, и вот все вместе, они собирались там, может быть, там, раз в неделю, раз в две недели, там, когда съезжались, да, вот, и как бы вот они считались вот как общиной в Крыму, то же самое Дон Гебит, и вот потом только в одном населенном пункте они, они, скажем, четко были, видно вот из этого, выходцы из этого, но мы потом увидим, в следующие годы будет добавляться, добавляться будут общины именно уже по городам, и вот если вы заметите, да, тоже очень важный момент, вот мы сейчас говорим о 1887, как бы, о, я уже даже сбился, как это по-русски, годе, да, год 1887, 1887 наша тема, и вот мы как бы к этому времени уже имеем вот эти вот три такие точки, и вот что интересно, еще один момент, который в этом году очень важен для нашей истории, это рукоположение первого проповедника с территории России для работы в России, это Конрад Лаубган, или Лаубган, по-немецки, у него тоже интересная судьба, он из Канзаса, тоже с поселения немцев, там принимает вентильское вероучение и возвращается, но сам он как бы выходец тоже с Поволжья, и он едет на Поволжье, и туда, и там начинает работать, и вот если вы посмотрите, по истории я вот смотрел, он и Конрадий об этом говорит, что Конрадий прибывает в июне в Крым, ну, июнь, июль, вот, Одесса, Крым, а Лаубган с мая месяца 1886 года начинает работать на Поволжье, то есть фактически они как бы одновременно с Конрадий, да, но у нас опять-таки нет никаких данных, вот к этому периоду у нас нет информации, как были у его успехи, что не было, но учитывая, что у нас нет пока упоминания общин с Поволжья, если я правильно, опять-таки, может быть, я ошибся, но вот я увидел, что Агенхайм принадлежал к Дон-Диби, к области войска Донского, вот, но я не вижу здесь наименований Поволжья, и уже в следующем, в 88-м году у нас появится как раз наименование населенных пунктов из Поволжья, где появились действительно общины первых адвентистов. Поэтому, скорее всего, Лаупган, он распространяет тоже трактаты, он распространяет, ходит, работает на Поволжье, вот, но пока вот до июля, вот он работает, в июле посещает Базель, почему Базель? Потому что Базель в тот момент это был центр, центр европейского, как бы, скажем так, по-современному офис нашей церкви в Европе, то есть не так много было, в центральной Европе, не так много было и общин, вот, в Швейцарии в основном, тут две мы, как вы видели к этому времени, в Германии, вот, Скандинавия, Британия, живут по своим там у них, как бы, своих тоже работают. И, кстати, в 87-м году Илена Вайт вместе с Конради, вот Конради об этом пишет, она посещает, они вместе посещают Германию, север Германии, вот, они, ну, как бы, ездили с ней, да, вот, в мае 87-го года посещал, посетил я Райн-Пруш, как это, Пруссию, ну, где Рейн течет, да, с сестрой Уайт, вот, и потом мы поехали в Скандинавию, вот, как бы, то есть он вместе с Леной Вайт посетил Конради определенные вот территории, то есть фактически это очень важный момент, почему вот это, о Лаупгане у нас тоже, тоже очень мало информации, я вот отрывками увидел его сообщение чуть-чуть позже о деятельности, что он делает, где он работает, но он тоже был, вот вы видите, это как бы выходец из немцев по Волжье, уехавший в Америку, потом вернувшийся и начавший проповедовать, вот, кто присоединится к ним дальше, следующими, кто будет из проповедников, из работников, мы узнаем, естественно, постепенно, каждый год будут люди добавляться, но пока это был, вот, Конрад Лаупган трудится у нас на Поволжье, если кто смотрел мой фильм первый, да, вот, про Готфрида Тец, который в Крыму как бы принял весть и потом встретил тоже Конрад и в Гердебулате он тоже был, и он был пресвитером вот этой общинки, образованной по нашим данным. И дальше, что интересно, я нашел информацию, это будет позже, он потом стал руководителем трактатного общества, а потом его вместе с Лёпсиком, но это будет уже чуть позже, вместе с Лёпсиком его рукоположили. Вот, но как бы из таких официальных, да, вот я вот как бы стараюсь криминологически что-то видеть, что как у нас упоминаются эти люди в источниках, кто официально, то, что я увидел Луканраде, это вот упоминание о Лаупгане, вот, о его, его работе на Поволжье. И вы как бы, я даю, тоже видите, как бы цитатку, и на немецком, чтобы, ну, понимаете, как очень важно не просто, не просто, как это говорится, вот, есть такая поговорка, одна бабка сказала, а мы, я стараюсь все-таки быть более, ну, если я что-то говорю, то я пытаюсь найти этому подтверждение. Если кто-то что-то больше знает у Лаупгане, пожалуйста, пишите в комментариях, дайте какой-то источник, да, то есть что-либо, то есть любую информацию это всегда обогащает, вот, но это вообще первые года действительно очень мало и в основном очень разбросано, надо как бы считать очень достаточно большое количество источников. Вот, это что касается 1887 года, то есть у нас уже три общины, скажем, да, в трех регионах у нас три общины, у нас есть рукоположенный проповедник, вот, потом мы еще поговорим о вот этой вот разновидности рукоположенный проповедник, библейский работник, в чем был колпортер, в чем была особенность, это тоже вы увидите, как вообще формировалась структура общинной жизни, вот, это очень интересно, и роль субботней школы, вот это, в общем-то, по большому счету, это постепенно начинает все формироваться, пока же это вот один человек в Конраде, который отвечает, там, кстати, еще, знаете, такой момент интересный, но это, а, это позже, это в следующем году, если все вмешивать, вот, это как бы очень деталь там появится, одна интересная, вот. все рассказывает сразу, не надо. Не-не-не-не-не-не, вот я поэтому себя торможу, потому что там 88-й год интересен в плане развития, вот, да, там очень интересно приезд еще одного человека, тоже немца, с Америки, который тоже, по большому счету, разгрузил Конрад, в его, но об этом мы поговорим позже, и благословим, скажем, на работу. Юр, давай так, я как раз буду для себя прояснять какие-то моменты, когда в 86-м году Конраде уезжает из России, ты уже сказал, что он уезжает через Москву, он возвращается в Германию или в Штаты? Есть ли? Нет, нет, все, он уже живет в Германии, он живет в Германии, он перевез семью, как бы он переехал с семьей, вот, он живет, он трудится, он, он как бы, он, они ищут, потом там будет момент, они будут искать, вместе вот с Хользером, вот, они будут искать место, квартиры, он уже потихонечку все, он понимает, что это его, его миссия здесь быть, и он остается, да, вот, опять-таки, если я не ошибаюсь, ну, я не должен ошибиться, но он об этом пишет, в своей этой книге, ну, вот. Получается, что проходит год, и к 1887, мы имеем уже почти 100 человек, за которые, которых уже называют официальными адвентистами, на территории России, каким образом происходит, скажем так, взаимодействие между Германией, Конраде, и адвентистами здесь, в России, есть ли понимание, как они друг с другом поддерживают связь? Ну, как все в то время, они поддерживают через письма, переписка, у нас, к сожалению, понимаешь, как в чем драма? Драма это, я, по-моему, мы с тобой лично, да, говорили, что драма это национальные вопросы и война. Мы потеряли очень много церковной документации во время Второй мировой войны, поскольку в Гамбурге был центр, было издательство, было очень много документов, была школа одно время, в которой Лёпсов учился, в которой Райшнайдер учился, но это люди, которые потом повлияют на развитие. Вот, Кляйн, но там было очень много документов и очень много утеплений, даже само здание, его нет, после войны, Гамбург был очень разрушен. Поэтому, что мы можем сказать, что была переписка, то есть мы знаем о ТЭЦе, я знаю, я сильно об этом упоминал, ТЭЦ переписывался с Гамбургом напрямую. Конраде, нужно сказать, вообще, я честно тебе скажу, Конраде как апостол Павел, он совершал, оказывается, несколько, он фактически, после 88-го года, если так можно сказать грубо, он не вылазил из России. Он постоянно приезжал, постоянно проводили они, братские, как мы сегодня говорим, они проводили, они называли там ежеквартальные встречи, съезды, ну просто есть как бы слово фейзамлунг на немецком, которое переводится как собрание, как съезд, как вот такая вот встреча. Ну давай не будем забегать вперед, вы рассказываете. Пока мы как-то остаемся, да, смотри, я просто, видишь, я специально сравнение показал, в Германии 40, у нас 25, у них 2, у нас 3, ну то есть, понимаешь как, от чего это зависело, ну вот, по всей видимости, ну вот, больше видно, вот эта вот связь иммигрантов, американцев с русскими, немецких, а немцев-мигрантов, она как-то была, может быть, дала свою такую вот, свой плод, свою вот, такой толчок. В Германии, видишь, люди были более, жизнь была более размерена, более нормальная, кстати, вот в 88 году, по-моему, если я не ошибаюсь, этот самый Бисмарк, ввел обязательное медицинское страхование. Ну это вот, то есть, в них с конца 19 века все люди застрахованы, это обязательно, но это как бы отдельно. Есть ли понимание того, ну как сказать, сегодня перед тем, как человек принимает крещение, становится адвентистом, он должен исповедовать 27-28 пунктов вероучения, и если он совсем согласен, тогда его крестят, и он становится адвентистом. Есть ли понимание того, что нужно было принять людям в то время, то есть, чтобы Конрадий их крестил, мы видим, что через год появляется новый уже первый, как бы проповедник, я так понимаю, на территории России, который будет официально трудиться. Что нужно было человеку принять и исповедовать, чтобы стать адвентистом? Смотреть. Я не знаю, знают ли наши зрители, не знаю, помнишь ли ты, в каком году вообще у нас появилась первая версия, скажем так, ну скажем так, вероучения нашего, вот этих вот, сейчас у нас 28 пунктов, вот, когда у нас появились наши доктрины, в каком году, не помнишь? Нет, у меня нет информации. И кто был, это был Урия Смит, 1872 год, когда он составил пункты вероучения, на основе которых мы говорим, что мы адвентисты. Это были большие дебаты. Вообще, вот нужно сказать, вот знаешь, глядя на нашу церковь, я вижу, что у нас любой вопрос всегда оспаривался, всегда. Организация, зачем нам организация? Джеймс Уайт Бугариевна, не нужна организация. А потом началась работа, стали появляться молитвенные дома. А на кого записывать молитвенные дома? На кого записывать издательство? И начинает разрастаться, да? И, соответственно, перед государственными органами, кто вы такие агентисты, чем вы отличаетесь от баптистов, от других, лютерантов и так далее. Вы же вроде немцы, должны быть лютерантов. То есть, и вот 1872 год Урия Смит составляет, я не знаю, есть ли на русском языке, вообще о доктринах, о развитии доктрины, слушайте, это единственное, что могу сказать, куда могу отправить, сейчас, чтобы отвечу на твой вопрос, это вот книжка, вот Лёпсака, перечитайте, у него здесь есть глава, есть глава, покажи книжку покрупнее, покрупнее, ну вот, она известна, это, ну, великое адвентистское движение, адвентист седьмого дня в России. У него есть глава, глава, где он говорит, во-первых, о структуре, вот, о признаках там пророка говорит, вот, а потом говорит о доктринах. Вот тут у него есть, это, он не называет это доктрины, он называет это вечное Евангелие или великое троекратное ангельское вести. Дальше он ее дает в основе, дальше у него идет пункт священное писание, дальше идет сотворение и спасение, то есть мы узнаем в этом, что? Небесное освятение, мы узнаем в этом доктрина. Он не называет это доктрина. Смотрите, для первых адвентистов, они же, вот мой вопрос, он же был с подвохом, они выходцы из других религиозных движений, поэтому они максимально старались себя дистанцировать, поэтому они никогда не называли себя церковью. Даже Лёпсак, вот он называет адвентистское движение. Они, почему были проблемы с доктринами? Они говорили, а, если мы делаем доктрины, значит, это мы как католики, мы все, мы фиксируем себя, но ведь откровение, оно прогрессивно, Бог нам еще будет открывать, поэтому наши споннины сказали, окей, он будет открывать, мы будем добавлять, поэтому сегодня у нас уже не 27, а 28, да, то есть вот этот как раз аспект прогресса, да, что мы живем, и когда мы что-то получаем, новый свет, мы реагируем, мы его фиксируем, и мы принимаем его. Вот, поэтому, что делали? Тогда было важно принять субботу, а почему субботу? Потому что это связано с ответом на вопрос, который я задал вначале. Вот, надо было субботу принять, ты принимаешь субботу, отлично, дальше мы тебя крестим, и дальше вот они все, вот во всех заметках они так пишут, интересно, говорит, я провел там, значит, то-то, 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 мы совершили многоомовений, вернее, я крестил, потом мы совершили многоомовений, и вечер, и как бы я поехал дальше. То есть, скорее всего, тогда было немножко проще, то есть, было важно, что ты принимаешь субботу, принимаешь только ангельскую вещь, что мы живем, и вот это вот последний период, когда идет запечатление, вот, если ты это принимаешь, окей, нет проблем, все, и мы тогда с тобой совершаем потом вечерю, ну, они пишут везде там, многоомовения, ну, там, фус вашунг, и обет маль, то есть, многоомовения и вечеря. Вот, то есть, даже не причастие, да, как бы вечеря. Вот, так что было гораздо проще, но, но понимаешь, как твой статус в семье менялся. Представь, у тебя все лютеране, и вдруг потом какой-то адвентист. Понимаешь? То есть, для тебя это было, тогда это была сложность не с точки зрения религиозного аспекта, верь во что хочешь. Но с точки зрения принадлежности, ведь Люпсак, когда он принимает, уже его же готовили, кто видел, может быть, совершенно эфир, я же там говорю об этом, его отец, когда он принял адвентистское учение, его же отец выгнал из диздов. То есть, для отца, лютеранин, который готовил сына идти в лютеранские священники, в пасторы, точнее, это была трагедия. То есть, это вот как бы, Люпсак был, он, ну, тоже семейный момент, он был как бы как изгой, да, его исключили. Поэтому, с точки зрения такого организационного момента было проще, но с точки зрения социального было очень-очень сложно. вот, надеюсь, я ответил на твой вопрос. Но вообще, ты знаешь, о теологии на территории России мы поговорим, когда дойдем, надеюсь, до 20-х годов. Там, на самом деле, очень все сложно, очень сложно. Вот, и вообще, в нашей церкви как раз начинаются самые горячие периоды. Мы же сейчас 87-й, а следующий у нас год же же 88-й, да? Ну да, да, да. Понимаешь, все очень зреет. То есть, мы же, вот понимаешь, тоже и Конрадий, он же живет между двумя материками потом, очень часто, между Европой и Америкой. Вот такого 70 раз пересек Атлантику за свою жизнь. Вот. Очень-очень-очень сложно. Плюс, да, ну, видишь как, вот мы сейчас начали с зерна, но на самом деле нужно помнить, что все было, все было в процессе, все зарождалось, все только начиналось. Люди, как бы вот начинали работу, поэтому много предстоит еще. Что? Много предстоит узнать. Ну, давай вернемся к тому вопросу, который был задан в начале. Какие ответы есть? Ответов. Давай повторим вопрос, не все из тех, кто сейчас смотрит нас, смотрели с самого начала. Итак, внимание, вопрос. Что проповедовали первые адвентисты? Вариант А, Евангелие, вариант Б, Трехангельское весть, вариант С, Весть Третьего Ангела. Я бы в ответ ответил на вопрос, а в чем разница? В принципе, почти нет разницы, но опять-таки, если мы работаем как историки, мы работаем с терминами. Я рекомендую, просто даже настаивая, друзья, настаивая, приобретите вот эту книжку, приобретите ее, и перечитайте, но перечитайте не спеша. Вы увидите, я вам сейчас прочитаю цитату про то, как Рейсвик приехал и чем занимался Рейсвик на территории Крыма в 1683 году. Пишет Лепсек, цитируя Конраде. В ноябре 1883 года один старый брат, и тут уже Конраде пишет, Филипп Рейсвик, которого автор, то есть он знал лично, отправился туда, то есть в Крым, на собственные средства, чтобы остаток своей жизни посвятить делу распространения, внимание, третьей ангельской вести. В представлении первых адвентистов две вести уже прозвучали в эпоху реформации, в эпоху проповеди Миллера, и сейчас звучит третья весть. Почему было важно принять в субботу? Потому что это была печаль. О чем у нас звучит третья ангельская весть? И третий ангел последовал за ними, говоря громким голосом. Кто поклоняется зверю и образу его, и принимает начертание на чулу свою или на руку свою, тот будет пить вино ярости Божией, виноцельное, приготовленное в чаше гнева его, и будет мучим в огне и серии перед святыми ангелами, преданцами, и дым мучения будет восходить. И не найдут покоя поклоняющиеся зверю и образу его, принимающие начертание имени его. То есть, понимаешь, адвентисты первые, они мыслили, и такими, скажем, все толкование наше было, это историческое. Возьми книгу «Откровения», мы понимали периоды исторические в истории человечества. Соответственно, они поняли, что ага, две уже прозвучали. И вот те же пиетисты, тот же Миллер с их вестью о пришествии Христа, та же весть во времена Реформации, когда Лютер призвал всех к со-скриптуре, писанию, давайте возвращаться. Фактически, вот эти два уже прозвучали. Суд и так далее. И вот здесь важный момент, что они проповедовали третье вангельское вещество. И это вроде деталь, да какая разница. Но на самом деле, когда читаешь Лёвсака, его, скажем, изложение, то ты начинаешь вот видеть, как он мыслил. Надо убрать вот наше представление, и тогда ты просто увидишь, насколько, как они мыслили и что они проповедовали. Насколько важно было содержание этой вести и что они печатали в трактах. Как они анализировали исторические события. Потом, слушай, там с развитием дела начнется вообще, они будут публиковать очень интересные моменты. Вот. Поэтому, как бы, ну вот такой вот, вроде бы трехангельская весть, да, они проповедовали комплекс, но особенно концентрировались на третьей вести. Вот. И это как бы была основа их. И даже, вот смотрите, тоже вот даже Конраде, он же свою книжку называет, он же называет её не просто трехангельская весть, он называет её Ди Дритте Энгель Бодша. Если бы была весть трехангела, то есть три, да, трехангельская, то было бы, во-первых, Ди Дритте и Бодшафте, ну, окончание три знака множественного числа. Вот. А Конраде концентрируется на третьей вести, которую они проповедовали среди немецких, потому что две уже отзвучали. Ну, вот это как бы такая маленькая, маленькая деталь, на которую, может быть, ну, не обращают внимания, может быть, она не важна, но я считаю, что, знаешь, как для историка, вот эти вот как раз детали, они помогают видеть, как мыслили наши пионеры. Ну, что ж, друзья, я со своей стороны только лишь могу вас адресовать на канал Заугской Церкви, где совсем недавно у нас закончился цикл из четырех проповедей, которые произнесся, которые приготовил и сказал Евгений Владимирович Зайцев, как раз посвященный трехангельской вести, вести каждого из трехангелов, сначала был обзор, и потом был разбор каждой из этих вестей. Я думаю, что как раз в контексте этой нашей встречи с тобой стоит пересмотреть, если вы еще не смотрели. Будет интересно, знаешь, вот посмотреть, как мы теперь это осмотрим. То есть наше поколение в лице Евгения Владимировича осмысливает вот это. Поэтому, ты знаешь, ну, вот, вот, ну, вот в этом фишка. Вот, ну, как бы, я не знаю, как это объяснить, но я вижу в этом соль, вкус, ну, придает вот смысл. Так, ну, и что же, мы с вами сегодня поговорили, конечно, вернулись еще, еще немного стоим на 1886 году, чуть-чуть разобрали какие-то моменты, и посмотрели на следующий год, 87-й, когда появился первый рукоположенный проповедник, правильно, в терминах называемый? Правильно. На территории России. Мы с вами прощаемся, и что ж, всем хорошей недели, пока. Спасибо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok